Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда люди отказывались от покупки той или иной машины по одной простой причине. Она произведена в России. А вообще, есть ли какая-то разница в том, где собран автомобиль? Так давайте же сравним одну и ту же модель, но произведенную на разных предприятиях. На примере Nissan Qashqai. Синяя машина родом из Англии, а белая приехала из Санкт-Петербурга. Модель Qashqai впервые была представлена публике в 2006 году на автосалоне в Париже. Она стала первой моделью японской компании, полностью разработанной в Европе. Автомобиль был назван в честь племени Qashqai из иранской провинции Фарс. Однако тут-то и начинаются отличия машин для разных рынков. Например, в Австралии Qashqai называется Dualis, так как на местном языке исходное имя может читаться как Кэшкау, то есть дойная корова. В Штатах кроссовер продается как Nissan Rouge. Правда, у него есть кое-какие отличия в начинке и во внешности. Второе нынешнее поколение было представлено в Лондоне 7 ноября 2013 года. Продажи начались в январе 2014, а осенью 2015 началась сборка кроссоверов Nissan Qashqai в Санкт-Петербурге. Вообще, как правило, основные отличия автомобилей для того или иного рынка заключаются в линейке двигателей, трансмиссий, вариантов кузовов и комплектации. Например, в Европе популярны дизельные машины с механикой и достаточно простым оснащением. А вот для России более востребованы бензиновые моторы, но зато делается ставка на богатый список оборудования. Логично, что на местном производстве, как правило, осваиваются именно самые популярные комплектации. Бывает и такое, что одни машины поставляются на рынок с локального предприятия, а другие из-за границы. До недавнего времени все Qashqai приходили к нам из Англии в нужных нам комплектациях. Теперь эти же исполнения в полном объеме выпускаются в Петербурге. Внешне европейский и отечественный Qashqai абсолютно ничем не отличаются. Как вы можете видеть, это два идентичных автомобиля. За исключением одной маленькой детали. Российский Qashqai выдает более широкое обрамление колесной арки. Для российского рынка разработчики решили не трогать дизайн машины. Как это сделали для Qashqai, ориентированных на другие страны. Например, США или Китай. Скорее всего, это связано с более ярко выраженными предпочтениями местных покупателей. Наши же вкусы, видимо, совпадают с европейскими. Если во внешности этих двух автомобилей есть хоть какие-то отличия, хоть и минимальные, то интерьеры действительно абсолютно идентичны. Тем более, что если принять во внимание то, что английские машины долгое время поставлялись к нам в страну, соответственно, наши комплектации и наше исполнение для них абсолютно не являются диковинкой. Если же говорить о компонентах, о материалах отделки и, конечно же, сборке, то можно смело сказать, что даже если какие-то компоненты здесь производятся в России, то сами предприятия, которые выпускают эти компоненты, обязательно согласовываются наверху в главном офисе компании Nissan, я имею в виду европейскую штаб-квартиру. Соответственно, многие заводы, которые производят в России эти компоненты, являются точно такими же заводами, которые производят эти компоненты в Европе. В общем, можно говорить о том, что разница лишь в том, где собирают эти машины и, собственно говоря, кто следит за теми роботами и технологиями, которые применены на самих предприятиях. Решение о начале строительства завода Nissan в Ленинградской области было принято 13 июня 2006 года. 8 июля 2007 состоялась закладка первого камня. Тестовая сборка автомобилей была запущена спустя полтора года, а уже в июне 2009 с конвейера предприятия сошли первые товарные машины. Изначально проектная мощность завода составляла 50 тысяч машин в год, а численность персонала не превышала 750 человек. Первой моделью стал представительский седан Nissan Tiana. Уже потом к нему присоединились X-Trail, Murano, а теперь и Qashqai. В настоящее время на предприятии работает более полутора тысяч человек, которые обеспечивают выпуск более чем 100 тысяч автомобилей в год. На данный момент из ворот завода под Петербургом сошло более 230 тысяч автомобилей Nissan разных моделей, что составляет 95% всех новых проданных Nissan в России. В настоящее время на территории площадью 165 гектаров налажено производство металлических деталей кузова, бамперов, выхлопных систем, стекол, сидений, топливных и тормозных трубок. Работают кузовной цех, цех штамповки, окраски и финальные сборки. Всего в проект питерского завода было инвестировано порядка 200 миллионов долларов. Английское производство Nissan в городе Сандерлэнд было запущено в 1986 году. За первые пять лет существования объемы выпуска выросли с 5000 автомобилей в год до 400 тысяч. Всего же за всю историю с конвейера завода сошло более 6,5 миллионов разных моделей Nissan, Nissan, включая и Qashqai. Кстати, именно в английском дизайн-центре и разрабатывалась эта модель. Как правило, если речь заходит об адаптации автомобиля для России, то в первую очередь, конечно же, это относится к подвеске. Все доработки производятся с учетом эксплуатации на российских дорогах не самого лучшего качества. Nissan Qashqai это не исключение. Если мы поднимем российскую машину на подъемнике, то мы можем увидеть здесь передний подрамник другой формы, с другим креплением и другими точками креплений. Передние рычаги усилены, они имеют другой профиль, вот такие вставки. Это сделано для большей прочности. И здесь же мы можем увидеть другие стойки передние, включая и другие пружины, и другие амортизаторы. Задняя подвеска отличается не так сильно, но кое-какие изменения все-таки есть. Да, задние рычаги здесь такие же, но точки крепления и сами крепления здесь усилены по сравнению с английской машиной. У амортизаторов изменены углы наклона, ну и они, конечно, тоже вместе с пружинами отличаются от тех, что устанавливаются на машины из Англии. Это может кого-то удивить, но при адаптации машины учитываются и предпочтения целевой аудитории к настройкам управляемости. На каждом рынке есть свои особенности. Поэтому все доработки, проделанные для российских Кашкаев, выполняют не только задачи по повышению выносливости. Ну что, по-моему, пора за руль. Ну что, я сейчас еду на первой машине. Это машина английской сборки. И, в принципе, можно повторить все те слова, которые неоднократно говорились в адрес этой машины. Кашка является очень хорошим компромиссом между комфортом, управляемостью и определенными внедорожными способностями. Конечно же, это обычный паркетник, кроссовер с несущим типом кузова, с классической для таких автомобилей системой полного привода. Но, так или иначе, этой машины более чем достаточно и для города, и для каких-то загородных вылазок. Отличительной особенностью этой машины является то, что здесь очень энергоемкая подвеска, и она идеально справляется с большинством дорожных каких-то неровностей, выбоин, колдобин или каких-то мелких повреждений дорожного полотна, которых, к сожалению, у нас в России хватает на дорогах. Вне зависимости от скорости, подвеска Кашкая проглатывает практически все, что находится под ее колесами, и действительно в салоне очень комфортно. Почему я говорю, что Кашкая – это очень сбалансированный автомобиль? Дело в том, что, с одной стороны, он очень хорошо понятен водителю, то есть водитель всегда знает и чувствует, что нужно сделать, насколько повернуть руль, насколько добавить газ, для того, чтобы автомобиль ехал так и туда, куда нужно. Но при этом у него нет избыточной чувствительности рулевого управления, это не нервный автомобиль, он не заставляет ехать нервозно, и действительно он обладает определенным уровнем комфорта. У него очень хорошая плавность хода, у него очень энергоемкая подвеска, и при этом машина не очень сильно кренится в поворотах, но в то же время, как я уже сказал, очень хорошо слушается руля. Кстати, помимо России и Англии, Кашкай еще производится на мощностях иранского завода Ниссан в Тегеране, и, конечно же, в родной Японии, на предприятии в городе Канда. Всего же у компании Ниссан более 20 сборочных линий по всему миру, включая Испанию, Мексику, Штаты, Африку и Китай. Ну а с английскими машинами мы уже хорошо знакомы, так как до последнего времени именно они продавались в нашей стране. Пересаживаемся в белый Кашкай из Питера. Сейчас тот редкий случай, когда есть прекрасная возможность действительно сравнить адаптированную и неадаптированную машину, потому что все, о чем я говорил ранее, это не более чем какие-то технические характеристики. А сейчас на той же самой дороге, по которой я ехал и на предыдущей машине, можно очень хорошо сравнить ощущения от автомобиля. И они на самом деле есть и очень хорошо заметны. Во-первых, чувствуется, что эта машина имеет более собранную подвеску, на мой взгляд, более упругую. Но здесь есть небольшая погрешность, потому что у машины, которая собрана в Санкт-Петербурге, установлены 19-дюймовые колеса с более низким профилем. Соответственно, эта машина априори жестче. Но так или иначе, подвеска более упругая, но при этом она абсолютно не потеряла в энергоемкости. Надо заметить и то, что на российской машине намного лучше шумоизоляция. Это тоже очень чувствуется. В машине намного тише. И это действительно факт, потому что разработчики усилили шумоизоляционную защиту, поскольку для нашего рынка этот показатель весьма важен. В остальном это все тот же самый Qashqai. В принципе, ничего особо больше не изменилось. Ни тяговые характеристики, ни работа трансмиссии, ни тормоза. Все то же самое. Это все тот же самый городской компактный кроссовер, но с неплохим внедорожным потенциалом относительно, если сравнивать с другими конкурентами. И, конечно же, с завидными показателями управляемости, потому что эта машина умудряется быть одновременно и комфортной, и, можно сказать, драйверской. Практика промышленной сборки автомобилей в разных странах, где продается та или иная модель, с каждым годом становится все популярнее. В первую очередь это позволяет производителю снизить таможенные и логистические расходы, тем самым снизив себестоимость конечной продукции. Помимо этого, как правило, постоянно увеличивается уровень локализации производства, то есть поставок узлов и агрегатов непосредственно от местных производителей. Кроме экономии, компания получает возможность выпускать на том или ином предприятии отдельные спецификации и модификации своих моделей, предпочтительных для конкретного рынка, что, опять же, более выгодно, чем делать это на одном общем конвейере. Надо заметить, что и возможности каждого завода, конечно же, не безграничны. Что же касается качества, то на каждом местном предприятии внедряются единые стандарты производства и проверки качества готовой продукции. Для контроля за ними, как правило, приглашаются специалисты из головного офиса компании. Посудите сами, выпускать автомобили заведомо худшего качества значит терять свои позиции на рынке. К тому же, каждый завод строится заново, и на нем устанавливаются изначально более новые современные оборудования. Поэтому нередко бывает так, что российские сборочные предприятия становятся лучшими в ряду всех заводов бренда по всему миру. В итоге получается, что страна происхождения автомобиля никаким образом не влияет на качество конечного продукта. Это лишь дает возможность производителю наиболее точно адаптировать какие-то особые свойства самого продукта под интересы потребителя конкретного рынка. В чем мы убедились на примере санкт-петербургского Nissan Qashqai.